Вы заметили? Третьи раунды жёсткие. Все МСИ туда вносят интригу. Но я задрог. И пожертвую раунду. Чёртся. Хочется просто поговорить о книгах. Есть великая книга, тысячеликий герой. Держу пари, её продажи подскочат. Я прочёл её в Киеве этой дикой весной, Как в заполе, уйдя в одиночество. Меня бросил язык мой, был полный тупик. Ты не знаешь, что это такое. Все гадали, бухает или готовит релиз. Я же просто сидел на балконе. Суть проста. Во всех мифологиях, всех религиях, Сколько найти. И в основе любой истории есть один и тот же мотив. Кто-то слышит далёкий голос. Он выходит из дома один. Он идёт по дороге из города. В тёмный лес, где полно паутин. На пути он встречает монстров. Бьётся с ними он также один. Он пока не герой. Он боится всего. Но он всё продолжает идти. И в конце он приходит к логову. Будет сложно, но он победит. И дракона убив, он вернётся домой, Но уже не тем, кто уходил. Он поспит немного базарной. И опять в путь дорогу заново. И на этом построен комикс. Сериалы, культуры, пласты. И настолько, что если сравнить Египетский миф и Бандитский Петербург, Вы увидите путь одного героя Под личинами этих двух. Путь героя? Чудовище фигачить. Брать сокровища. Строить капище. Он герой не потому, что качок и боец, А потому, что не может иначе. Я помню первые батлы в России. Там считалось, что нужно врагам, Чтобы вынести наверняка, Обложить километрами стояка. После в дело пошла деконструкция. Все врага развинтили старательно. Но под всей психологией и кухонной Лежит коллективное бессознательное. И за каждым, любым, даже хоть бытовым, Проявлением негатива двух отдельных людей Виден древний мотив. Столкновение архетипов. Нет идеи, нет идеологии. Его роль это быть врагом. Он сидит себе тихо в логове, Выдыхает с дымом огонь. Почему, например, у Джокера Нету собственного кино? Есть у Бэтмена, Кэтвумен, Бэтмена с Робином, А у него ничего. Почему нет игры, где ты типа грибок, И ты прыгаешь на Супер Марио? А если была, это был бы прикол. Миллионы в игру не играли бы. И ты понял, к чему веду я? Мой анализ тут крайне прост. Ты лишь еще один уровень, Но никак не финальный босс. Потому что герою не стыдно сказать, Я с изъянами, я уязвимый. И поэтому люди в нем видят себя, А в тебе им себя не увидеть. Ты змея, ты боишься меня и себя. Твой единственный шанс отшутиться с тебя. Ты увертливый гад. Зацепиться нельзя, Только это твой баг, а не фича, чувак. Потому что сарказм это панцирь, броня, чешуя. Только где ты, товарищ? И поэтому ты проиграешь. И в этом трагедия славы, Машнова, Карелина, дальше по списку. Ты не антигерой, ты вообще не герой. Вызываешься переживания ноль. Топ-рувы не пойдут за тобой. Ты для них в инстаграме подписка. Для тебя нет пути. Ты задействовал мой, Но забыл, что в моем была искрена. Где же гнойный за стебом и за анонимностью? А его просто нет. Либо где-то исчез. Пископировал все, даже этот мой жест. И, быть может, заметил кто-то. В моих раундах нету мата. Как же так? Меня спросит Готэм. Ты же автор той самой цитаты. Очень просто. Я батлю контужином дико тусклого пасюка. А нецензурная брань жемчужина русского языка. И, допустим, сегодня... Ты даже сможешь меня убить. Я поеду дальше стадионами. Ты продолжишь меня троллить. Халифы на час, главари на миг. Смотри, они готовы кичась, покорить Олим. Че? Мой торт со свечами горит вдали. Я так стар. Для меня блэкстар означает Талиб, Квали и Моздеф. И чей-то голос шепчет мне, брось рэп. Оставь чистым свой след. Раньше, чем выродишься, как броу-степ. Но слепит скопище лиц, контровой свет. Визги, слезы, белье. Мы бойсбенд. А ты критик с дивана мамин. Слушай, Иван Гай. Критикуешь? Предлагай. Предлагай. Ты врубишь дурака. Будешь быковать, не важно. Ведь пока ты в моей системе рэп-координат. Если ты когда-нибудь предложишь слов-альтернативы, потому что стыдно в 27 лет жить чужою парадигмой, то на собственном пути станешь героем нарратива. А пока ты просто то, что моя жопа породила. Слава. Слава. Ты бойкий и ласковый, но мой орган из глотки вытаскивай. Ты был просто достаточно длинной угрушей Вы подготовьте к дизастеру. К дизастеру.